какое действие считается преступлением при том что она не приводит к жертвам переход дороги в неположенном месте при отсутствии машин на трассе эмуляция и или пиратство игр которые невозможно получить никаким другим способом по последним данным 87 процентов игр выпущенных до 2010 года официально больше не продаются и это огромная потеря есть еду из чужого мусора ты таким образом морешь енотов голодом больной ублюдок съесть волшебный гриб который ты нашел в природе полегче марио не реально это посягательство на когнитивную свободу твой разум это последнее убежище которое есть у тебя в наше время если это никому не вредит почему правительство мешает нам это делать я знаю что поедание грибов не на сто процентов лишено риска но это менее рискованное занятие чем скажем вождение автомобиля многие вещи по-прежнему являются преступлением даже если не было свидетелей к примеру снять трусы ночью в парке это конечно преступление но если никто этого не видит то никакого вреда не нанесено и всем людям должно быть плевать что вы проникли в парк после заката даже просто пойти в парк или еще в какое-то место которое уже закрыто скажем после 10 вечера я прекрасно понимаю что на это есть причины но если я просто иду посмотреть на звезды почему это все равно считается преступлением спать в машине когда ты напился и не в состоянии управлять автомобилем главное не спите на водительском сидении за то что вы находитесь за рулем даже в припаркованном автомобиле все равно вас могут привлечь за вождение в нетрезвом виде изменено и насколько я понял во многих местах вас могут привлечь тупо за то что вы находитесь пьяный в машине и у вас есть от нее ключи это какой-то бред во многих штатах вас могут обвинить в вождении в нетрезвом виде за то что у вас при себе были ключи и вы спали на заднем сидении мой приятель избежал обвинение, положив ключи в багажник и просто закрыв двери изнутри. Его разбудил полицейский и сказал ему пройти тесты. Чел был слишком бухой, чтобы даже закончить их. Его спросили, где его ключи, и он ответил, что в багажнике. Я не могу их достать, мне сначала нужно нажать на кнопку под приборной панелью. Он был настолько бухой, что не мог показать на кнопку. Полицейский оставил его дальше спать. Дружочек, наш мерч, два энота и конфетка Джоли Ранчер разлетелся, как горячие пирожки. И мы решили сделать новую партию. Все так же с любовью, да еще и в новых цветах. Успей урвать свой кусочек апвоута по ссылке в описании. И как всегда, спасибо, что поддерживаешь канал. Я работаю медсестрой в отделении реанимации. Вопреки установленным правилам, я выдаю своим пациентам много всего разного. Либо советую им, где это можно купить подешевле. У крупных больниц денег больше, чем у самого Бога. Но при этом они хотят, чтобы я выписал о вас домой, выдав вам необходимые препараты на один-два дня для вашей раны, которая будет сживать четыре недели. Да ну нафиг, вот вам пачка из 50 штук. Положите в сумку и если что, я вам их не давала. Эй, тебе нужны костыли? Вот они, но сначала, прежде чем ты поставишь подпись о том, что получил их, знай, что они стоят тысячу долларов. Такие же или лучше ты можешь найти на Амазон за 50 или меньше. Я не буду говорить, что вам делать, но я могу предложить бесплатно подвезти вас на инвалидном кресле к машине вашего сына. Вы можете сказать, что в этом случае жертвой является больница, но я скажу вам, что больница получает огромные скидки на расходные материалы и делает наценку в тысячу процентов, продавая их тем, кто переживает сложную ситуацию. Кто на самом деле жертва? В Техасе нельзя владеть семью фалоимитаторами. Я бы заплатил, чтобы понаблюдать за тем, как проходило обсуждение того вопроса, в результате которого было принято решение, что иметь шесть фалоимитаторов это нормально, а семь это уже преступление. Семь это число бога, а шесть сатаны. Если бы сатана выбрал большее число, у нас было бы больше самотыков. Лазанье по мусоркам. Незаконным должно являться уничтожение хороших продуктов питания и товаров только потому, что они просрочены. Их сезон прошел, либо потому, что люди не хотят тратить баснословные бабки на их покупку. А гигантские корпорации, вместо того, чтобы раздавать их бесплатно или по очень низким ценам, или жертвовать в приюты и нуждающимся, решают уничтожать товары и делают незаконным то, что кто-то может заглянуть в их мусорные контейнеры и воспользоваться их товаром. В городе есть место под названием The Grocery Spot, которое работает благодаря пожертвованиям таких магазинов, как The Fresh Market, Whole Foods и ТП. Они доставляют хорошие питательные продукты нуждающимся. Все это раздается бесплатно всем, кто в этом нуждается, даже если вы не живете непосредственно в районе, который они обслуживают. Они раздают действительно хорошие и качественные продукты. Органические яйца, настоящее мясо и птица, свежие овощи и фрукты, молоко, хлеб и так далее. Я считаю, что это гораздо лучше, чем выбрасывать продукты из-за того, что они просрочены, когда многие люди с удовольствием взяли бы их домой и съели. Сорян, я закончил с разглагольствованием. Тут часто пишут про переход дороги в неположенном месте. Скажу вам так, когда я жил за границей, людей, перебегающих дорогу не там, где надо, не было даже в 2 часа ночи на пустой улице. Когда я спросил одного местного жителя, немца, почему он не переходит дорогу там, где висит запрещающий знак, он ответил, а вдруг ребенок выглянет в окно и увидит меня? Я не хочу подавать плохой пример. Все зависит от страны. Германия, да, США в этом плане тоже скорее ближе к Германии. Франция, Испания, Италия, Греция – совсем другое дело. Они переходят дорогу, даже не глядя по сторонам. Во многих странах действуют законы о садомии. Так, например, преступлением считается, если двое взрослых людей, состоящих в браке по обоюдному согласию, занимаются оральными ласками в уединении в своем собственном доме. А еще в некоторых местах незаконно иметь фалоимитатор. Изменено. Я не говорю конкретно о США, хотя в некоторых штатах США все еще действуют подобные законы, но их не особо соблюдают. Но как об этом кто-то узнает? То-то мне интересно. Допустим, какой-то чел хочет додести на соседскую пару за совершение этого преступления. И ему нужны доказательства. Он устанавливает камеры, чтобы запечатлеть их на месте преступления. Но не будет ли это уже другим преступлением? Или он будет защищен законом, потому что у него была весомая причина установить камеру? Тут правильно писали ниже. Дело не в том, чтобы принудить кого-то к чему-то, а в том, чтобы сделать предупреждение гомосексуальным мужчинам. Невозможно точно определить, занимается ли кто-то чем-то подобным, не считая пар, состоящих из двух мужчин. Поэтому закон был создан для того, чтобы применяться исключительно в таких случаях. Вешать бельевую веревку, собирать дождевую воду или разводить сад во дворе. В некоторых местах все эти вещи запрещены законом. В подобных тредах всегда поднимается тема дождевой воды. Дело в том, что эти законы обычно не касаются установки бочки на водосточной трубе. Зачастую они касаются строительства больших водохранилищ. Часто дело не столько в том, что вы собираете дождевую воду, сколько в том, что вы собираете ее настолько много, что лишаете своих соседей, живущих ниже под склону, их справедливой доли или наносите ущерб окружающей среде. Помощь в самовыпиле неизлечимо больному человеку, испытывающему непрекращающуюся боль. Это является преступлением в большинстве юрисдикций мира. Да, мне кажется несправедливым, что кто-то другой имеет больше власти решать, что со мной произойдет, нежели я сам. Если я хочу перевязать маточные трубы, удалить матку или найти достойный способ покончить с жизнью и готова за это заплатить, почему какой-то богатый и властный человек, который никогда меня не видел, может сказать, я решил, что тебе нельзя этого делать, почему я не могу принять решение сама. Тонны пуританских законов. В основном это устаревшие законы, связанные с религией, в основном работающие только по воскресеньям. У нас в штате вы не можете купить алкоголь в воскресенье до полудня, а продавцам автомобилей запрещено работать по воскресеньям. В основном эти законы направлены на то, чтобы другие предприятия и заведения не конкурировали с временем посещения церкви, например, ранним утром. Больше всего меня смущает в этих законах то, что большинство людей больше не ходят в церковь. Воскресенье стало просто еще одним выходным днем. Запрет на продажу спиртных напитков в воскресенье – полный бред. Пиратская скачка из интернета роликов с милыми котятками У кого-то есть авторские права на видосики с кошками? Технически любой контент охраняется авторским правом. Это не то же самое, что товарный знак. Вам не нужно регистрировать авторское право. Однако с момента создания какого-либо материала он сразу же становится объектом авторского права. Богохульство По иронии судьбы, законы о богохульстве сами по себе кощунственны, поскольку подразумевают, что якобы всемогучее божество не способно защитить себя без вмешательства человека. Если у бога есть какие-то проблемы с тем, что я богохульствую, он может явиться сюда и заявить мне об этом сам. Ему не нужно, чтобы его последователи говорили или делали что-то от его имени. Ага, у нас есть законы, призванные защитить богов от людей. Чем больше об этом думаешь, тем меньше видишь в этом смысла. Венгрии за оскорбление государственного флага, герба государственного гимна, священной короны на глазах у людей вас посадят в тюрьму на один год. Преступлением является то, что пассажир твоей тачки пьет пиво, пока ты за рулем. Так-то в этом преступлении действительно нет жертв, однако я могу понять смысл того, почему это незаконно. В случае ДТП данное обстоятельство вызовет много сомнений и или может стать удобным оправданием водителя. Употребление растений или грибов, растущих в земле, наравне со всеми остальными растениями и грибами, которые разрешено употреблять. Типа люди решили, что употреблять определенные растения и грибы это что-то недопустимое. У нас есть гриб под названием Destroying Angel, разрушающий ангел, это белый вид мухоморов. Его не запрещено собирать, хранить, продавать или выращивать. При этом, как следует из названия, он абсолютно точно убьет любого человека, который его съест. До тех пор, пока вы не делаете ничего, что приведет к тому, что какой-то человек употребит его, вычисты перед законом. При этом есть другие грибы, которые не вызывают никаких долгосрочных вредных последствий. Их хранение является уголовным преступлением. Скачивание очень старых игр, которые уже не продаются. The Sims и The Sims 2 отличные этому примеры. Я бы заплатил за эти игры деньги, если бы они реально все еще продавались, но нам приходится прибегать к другим средствам, чтобы заполучить их. Пересекать пустую дорогу на красный свет. Иногда, когда я ехал поздно ночью на мотоцикле, мне приходилось так делать. Я ехал на красный, когда был уже не в состоянии остановить мотоцикл на светофоре. При этом вокруг никого не было. Смотрите, я могу взять домой семечко, полить его дождевой водой, выставить на солнечный свет, высушить цветочки, испечь из них кекси, сделать ЭГК ништяки. Я даже воздух не испорчу, потому что не буду курить. Преступные группировки не получат никаких денег, но все равно это будет являться преступлением. Я рискую потерять работу и попасть в тюрьму. Либо я могу производить алкоголь и продавать его легально. Знаю, что он причиняет вред здоровью людей, а некоторые бухие люди являются причинами возникающих происшествий. И это абсолютно нормально и не является преступлением. Странно. Я понимаю, что ты имеешь в виду, однако есть одно существенное различие в двух твоих абзацах. С травой ты говоришь только о себе. В случае с алкоголем ты продаешь его другим. Если я сам сварю алкашку и сам его выпью, то с этой точки зрения он ничем не отличается от травы. Я знаю, я имел в виду, что некоторые преступления не несут за собой никаких жертв, в то время как какие-то совершенно законные действия приводят ко множеству жертв. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какое действие считается преступлением, при том, что оно не приводит к жертвам. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока.